Но спускаемся мы с покорённых вершин, Что же делать и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные сборы, я себе уже всё доказал, Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, Горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже всё доказал, Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, На которых никто не бывал. И понять каждый из нас. Этот Высоцкий навсегда сохранился в обрывках кинохроники, В текстах его песен, в его голосе. И вот там он настоящий. Можно включить запись и увидеть всё своими глазами. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Суса, Кто ни во что не верит даже в чёрта нас во всем, Хорошую религию придумали индусы, Что мы, отдав концы, не умираем, Насовсем стремилась ввысь. Душа твоя Родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, Останешь свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, Привыкни к угоризни. Досадно, что ж, Родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага Ещё при этой жизни, Другой тебе дарован будет В верной зоркой глаз, Живи себе. Нормальный, не никак. Есть повод веселиться. Ведь, может быть, В начале никак Душа твоя вселится. Пускай живёшь ты дворником, Родишься вновь прорабом, А после из прораба До министра-то растёшь. Но если тут, как дерево, Родишься баобабом, И будешь баобабом, Ты ещё лет, пока помрёшь. Досадно попугаем жить Кадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть Приличным человеком? Да кто есть кто? Да кто был кем? Мы никогда не знаем. С ума сошли генетики От ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот Был раньше негодяем, А этот милый человек Был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, Я обхожу искусы, Удобную религию Придумали индусы. Друзья для Высоцкого Были самым главным в жизни. Они заменяли ему семью, Быт, часто родных И любимую женщину. Дружба для Высоцкого Была понятием круглосуточным. Он был настоящий дружбан. То есть ему можно было свистнуть, И он в драке не бросит. Огромное количество людей Совершенно искренне считали себя Лучшими его друзьями. Можно сказать, что место близкого друга У Высоцкого всегда было заполнено Многими разными людьми. Для них он и писал свои песни. Я вообще начинал писать, Никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут Какие-то дворцы, залы, Стадионы И здесь, и за рубежом. Я никогда это не предполагал. Я думал, что это будет написано И спето только для маленькой компании Моих близких друзей. Компания была хорошая. Это лет 15 тому назад Мы жили в одной квартире У режиссера такого Мосфильма Лёва Кочаряна. Там были из тех, которых Вы знаете, Людей. Это были Вася Шукшин, Которого больше нет. Сам Лёва, который тоже умер. Был замечательный человек, Который любил жизнь невероятную. Там был Андрюша Тарковский. Там был такой писатель Макаров. И вот для них я пел эти песни. И первый раз я помню Лёва Кочарян, Мой друг, Который сказал, подожди одну минуту, И нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз Это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимание. Ни один человек не думал, Что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, Захотел переписать. И началась вот такая, ну что ли, Такое триумфальное шествие этих пленок Повсюду, повсюду, повсюду по Союзу. Песни Высоцкого очень быстро Стали известны и за рубежом. Для того, чтобы их записать И взять интервью у автора, Иностранные корреспонденты Часто напрашивались к друзьям Высоцкого На такие вот домашние застолья. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в воде. Ветель брус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, Первый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты поранила меня, скалолазка моя, А потом за эти проклятые трещины Когда ужин двойный я нахваливал. Получил я две короткие затрещины, Но не обиделся, а приговаривал. Высоцкий любую женщину Мог в два счета обаять своим пением. Видные красавцы, известные мужчины того времени Могли часами безрезультатно Крутиться вокруг яркой неприступной женщины. А приходил с виду ничем не примечательный Высоцкий Брал гитару, и барышня была его. Веди куда хочешь. Вы ненавидите женщин, да? Ну что, бог знает. Я очень люблю женщин. Я люблю целую половину человечества. Несмотря на свой образ жизни, Постоянные концерты, съемки, театр, Плюс компании, друзья, Высоцкий обладал колоссальным здоровьем. Он активно качал бицепсы и дышал по системе йогов. До конца жизни производил впечатление Необыкновенно сильного человека. И мало кто знал, у Лысоцкого с детства был порок сердца. Я к нему! Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, Подрость духограции и пластика, Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, Если жив пока еще гимнастика. И если вы в своей квартире, Лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильно движения, Прочь влияние извне, Привыкайте к навесине, В долг глубокий до изне, Можения очень вырос в целом мире Грипп, вирус три-четыре, Ширица растет заболевание, Если хилый сразу гроб, Сохранить здоровье чтоб, Применяйте, люди, оп, тирания. И если вы уже устали, Сели-встали, сели-встали, Не страшны вам Арктика с Антарктикой, Главный академик Йоффе, Доказал коньяк и кофе, Вам заменит спорта профи, Лактика! Разговаривать не надо, Приседайте до упада, Да не будьте мрачными и хмурыми, Если очень вам не имется, Обтирайтесь чем придется, Водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, Мы в ответ бежим на месте Выигрыша даже начинающий. Красота среди бегущих, Первых нет и отстающих, Бег на месте общепримиряющий. Быть или не быть, Вот в чем вопрос. Тяга к каким-то срывам, Колоссальная неудовлетворенность Самим собой. Даже зала, Ощущал, что что-то происходит, Что, может, он и умрет на сцене. Владимир Семенович пил, Это было болезнью, А не распущенностью. Пил, потому что был больной человек. Марина мне с такой тоской сказала, Ты-то своего спасешь, А я своего нет. Может быть, таланты, Было бы несчастье, Не было бы таланта, Не было бы наркомании, Не было бы практически самоубийства. Он очень мучился. Говорит, давай назло всем, Будем жить. Он посмотрел на меня, Печально-печально, И сказал, говорит, Попробуем. Гамлет идет к своему концу, Зная, что с ним будет. К дню рождения Владимира Высоцкого Я приду по вашей душе Сегодня на Первом. Окружали подчас очень странные люди. Иногда бывшие уголовники, Случайно встреченные им где-нибудь в аэропорту Или в самолете. Его тянуло к людям нестандартным, К тем, кто шел наперекор. Со всеми он был свой в доску. Высоцкий настолько проникал в судьбы людей Других профессий, Что очень многие считали его То профессиональным летчиком, То циркачем, То уркой, То подводником. Уходим под воду, В нейтральной воде. Мы можем погоду Плевать на погоду, А если накроют Плакатры в свою, О нашей беде. Спасите наши души, Мы предим от удушья, Спасите наши души. Спешите к нам, Услышьте нас на суше, Насос. Все глуше, глуше, И ужас режет души. Напополам ирутся орты, Но наверх. Но наверх не сметь, Там слева по борту, Там справа по борту, Там прямо по ходу, Мешает по ходу, Мешает проходу, Рогатая смерть. Спасите наши души, Мы предим от удушья, Спасите наши души, Спешите к нам, Услышьте нас на суше, Насос. Все глуше, глуше, И ужас режет души Напополам. Но здесь мы на воле, Ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, Сплывать в минном поле, А ну без истерик, Мы вряжемся в берег, Сказал командир, Спасите наши души, Мы предим от удушья, Спасите наши души, Спешите к нам, Услышьте нас на суше, Наш сос, Все глуше, глуше, И ужас режет души Напополам. Всплывем на рассвете, Приказ есть приказ, А гибнуть во свете, Уж лучше при свете, Наш путь не отмечен, Нам нечем, Нам нечем, Но помните нас, Спасите наши души, Мы предим от удушья, Спасите наши души, Спешите к нам, Высоцкого никто не мог назвать и стариком, Хотя во время застольей с друзьями Он хохотал ужасно, Обожал слушать анекдоты и байки, Но сам почти не шутил, Зато в его песнях Юмора было хоть отбавляй. Песня называется Шуточная песня Одна научная загадка Или почему аборигены съели кука. У аборигенов были поверья, Если ты съешь печень Какого-нибудь храброго своего врага, То ты возьмешь его храбрость. Если сердце своего близкого друга, То ты будешь иметь характер своего друга. Ну там масса вариантов, например, Если обголодать коленную чашечку, То тогда лучше бегать будешь. Если там глаз, то стрелять из лука, Ну и так далее, и так далее. В общем, часто бывает, Что для того, чтобы самому стать лучше, Надо съесть пару хороших людей. Поэтому вот они и съели кука. Итак. Ну почему абориген съели кука? За что не ясно молчит наука? Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха, И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, Что кука съели из большого уважения, Что всех науськивал колдун-хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука. Кто уплетет его без соли и без лука, Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался Каменюка? Метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, Ломают копия, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука. Это пленка итальянского телевидения. Съемочная группа отвезла Высоцкого К центральному магазину «Грампластинки», Где ожидалось, что его просто разорвут на части поклонники. Однако Высоцкого никто не узнал. За исключением одного человека. И при этом его песни были слышны Из всех окон домов во всех городах Советского Союза. В 70-е годы в Козельске распространили анонимную анкету. В ней был вопрос, с кем бы Вы хотели встретить Новый год? С Брежневым или с Высоцким? И все ответили, конечно, с Высоцким. Никто никогда не разрешал, но и никто никогда не запрещал. Ведь, в принципе, как ни странно, так случилось, что, в общем, я человек, которого знают все, и в то же время я не считаюсь официально поэтом и не считаюсь официально певцом, потому что я ни то, ни другое. Я не член Союза писателей, не член Союза композиторов. То есть, в принципе, официально я не поэт и не композитор. Про Высоцкого всегда ходило много слухов. Его жизнь, казалось, советским гражданам невероятной. Жена – известная актриса, француженка. Он сам обладатель чуть ли не единственного в Москве Мерседеса. А за концерт якобы получает годовую зарплату квалифицированного инженера. Песня, которую я сейчас вам спою, такая бытовая песня, шуточная, значит, поводом послужили какие-то очередные сплетни про меня. Хотя, я думаю, что все люди испытывают на себе какое-то время вот этот вот самый порог, доставшийся нам от прошлых времен – страсть к сплетням, к распространению сплетен и слухов. И вот я написал такую песню. Она называется «Песенка о слухах». Сколько слухов наши уши поражают, Сколько сплетен разъедает, словно моль. Например, ходят слухи, Быть-то все подорожает абсолютно, А особенно поваренная соль. И словно муч тут и там, Ходят слухи по домам, А безумы и старухи Их разносят по умам, Их разносят по умам. Их разносят по умам, Их разносят по умам. Ой, что деется? Вчера траншею рыли, Так откопали две коньячные струи, Говорят, шпионы воду отравили самогоном, Ну, а хлеб теперь из рыбной чешуи. Словно муч тут и там, Ходят слухи по домам, А безумы и старухи Их разносят по умам, Их разносят по умам. Закаленные во многих заварухах, Слухи ширятся, Не ведая преград. Вот ходят сплетни, Что не будет больше слуха, И ходят слухи, Будто сплетни запретят. Но словно муч тут и там, Ходят слухи по домам, А безумы и старухи Их разносят по умам, Их разносят по умам. Его бешеная популярность Вызывала зависть и раздражение. Как-то на концерте Высоцкий пел свое знаменитое Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. За кулисами кто-то из актеров обмолвался, Мол, я бы никогда не стал писать стихи О таких очевидных истинах. Не люблю я это. Его тут же резко одернули. То, чего не любишь ты, никого не интересует. А то, что не любит Высоцкий, слушают все. Ну вот я думаю, что вот эту песню, Которую я вам сейчас покажу, Вот в этой обстановке, не со сцены, а дома, Называется она «Я не люблю». Это вот там, во всяком случае, одна сторона, Что я не люблю, там ясно точно. Я не люблю фатального исхода, От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, В восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину, Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, Червей сомнения по части иглу. Или когда все время против шерсти, Или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенность несытой, Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, И коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанное крылья, Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилье и бессилье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Было очень много подделок. Стали появляться люди, которые подделывались под меня И пели, значит, лишь бы таким хрипатым голосом. И тогда, значит, под Высоцкого. Вот я со своим голосом ничего не делаю, Потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда вот таким маленьким пацаном И читал стихи каким-то взрослым людям. Они говорили, надо же, какой маленький, а как пьет. То есть у меня всегда был такой голос. Ну, в общем, низкий. Раньше говорили про пятое, А теперь из уважения говорят стрельщины. Корабли постоят И ложатся на курс, Но не возвращаются Сквозь непогоды Не пройдет и полгода. И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода Возвращаются все, Кроме лучших друзей, Кроме самых любимых. И преданных женщин Возвращаются все, Кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, Я не верю судьбе, А себе еще меньше. Возвращаются все, Кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, Я не верю судьбе, А себе еще меньше. Но мне хочется верить, Что это не так, Что сжигать корабли Скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, Не пройдет и полгода.